Всем доброго дня, это Гелиос Сар и учебник Биология, Человек, 9 класс, за авторством Сапина, Сонина, УМК Живой Организм, издательство Дрофа. Расы человека. Мы все разные, отличаемся друг от друга цветом глаз, волос, оттенками кожи, ростом, массой тела, чертами лица. Все это индивидуальные отличия, но есть признаки, по которым различают целые общности людей. Расы. Раса – это исторически сложившаяся группа людей, объединенных общностью происхождения, территорией проживания, общим морфологическими и физиологическими наследственными особенностями, а также традициями и обычаями. Вопрос о происхождении и классификации рас имеет давнюю историю. Первую попытку описать человеческие расы сделал в 17 веке француз Бернье. Позже Карл Линней выделил 4 расы – американскую, европейскую, азиатскую и африканскую. В настоящее время большинство ученых выделяют 3 больших расы и несколько десятков малых. Большие расы – экваториальная, так называемая австралонегроидная, евразийская, европеоидная и азиатско-американская, монголоидная. Представители экваториальной расы живут в основном в тропических районах Старого Света. Для них характерна темная кожа, волнистые или курчавые волосы, широкий приплюснутый нос с большими ноздрями, толстые губы. Область распространения евразийской расы – Европа, часть Азии, Северная Африка, Америка. Для ее представителей характерны светлая, хотя иногда и смуглая кожа, прямые, иногда чуть волнистые и мягкие волосы, длинные и достаточно тонкий нос, тонкие губы, обычно хорошо развитые волосы на лице в виде усы и борода. Азиатско-американская раса распространена в Америке, Центральной и Восточной Азии. По представителям этой расы – прямые, черные, жесткие волосы, усы и борода растут очень слабо. Кожа скорее смуглая, чем светлая. У монголов нос средней ширины, выступает мало, у американских индейцев нос длинный, сильно выступающий. Наиболее характерными признаками этой расы являются широкое лицо, выступающие скулы, узкая глазная щель, средние по толщине губы, складка кожи у внутреннего угла глаза, образованная кожей верхнего века – эпикантус. Однако и внутри одной расы встречаются группы людей, отличающихся друг от друга. Например, малаяц внешне не слишком похож на бурята или эвенка. Негроиды-пигмеи с берегов реки Конго отличаются от бушмена в пустыне Калахари. Европеоиды северной Европы, вроде норвежцев и шведов, светлоглазые, светловолосые, светлокожие, мало напоминают южан. В большинстве своем – кореглазых и смуглокожих. Поэтому ученые выделяют несколько десятков более мелких рас – второго и третьего порядка. В настоящее время люди активно перемещаются по всему свету, переезжают с места на место. Так, например, европеоиды живут на всех материках, представители различных рас вступают в браки. Ученые считают, что в России в настоящее время 45 миллионов человек принадлежат к переходному европеоидно-монголоидному типу. Возникли расы очень давно. Первое разделение на два больших ствола – негроидную и европеоидно-монголоидную – произошло, по-видимому, примерно 90-92 тысячи лет назад. Предполагают, что разделение европеоидов и монголоидов произошло около 50 тысяч лет назад. Ученые до сих пор спорят о механизме образования рас. Многие признаки рас носят явно приспособительный характер. Так, темная кожа негроидов лучше защищает их от ультрафиолетовых лучей, чем светлая кожа европеоидов. Курчавые волосы служат хорошим теплоизолятором на солнцепёке. Однако окончательная роль этих черт остается недосказанной, так как в этих же условиях в настоящее время живут и представители других рас. Важным фактором в образовании рас могла стать их изоляция. Легко представить себе, что в каких-то группах людей, живущих изолированно от остального мира, возникали некие новые признаки – форма носа, губ. Люди, носители этого признака, вступали в брак только внутри своей группы. Их потомство вступало в брак также внутри этой группы. Со временем новый признак становился достоянием всех членов этой группы. Несмотря на различия между расами, всё современное человечество представлено одним видом – человек разумный, Homo sapiens. Это подтверждается прежде всего тем, что у вступающих в брак представителей различных рас рождается плодовитое потомство. То есть, что значит, почему обязательно плодовитое потомство? Дело всё в том, что некоторые животные могут скрещиваться между собой и давать потомство. Но это потомство не может давать своё потомство. То есть, потомство не является плодовитым. Реально, только когда, так сказать, вид выделяют отдельно, только если этот вид может давать плодовитое потомство. Так что здесь вот это вот очень важный признак. То есть, если негроид с европеоидом или с азиатом скрещится, дети будут спокойно рожать своих детей. То есть, потомство будет плодовитое. Это очень важный признак. Долгое время некоторые учёные, а кое-кто и до сих пор, прямо связывали биологические особенности представителей разных рас с уровнем их культуры, пытались сравнивать народы, стоящие на разных ступенях развития, людей разного социального положения. Эти ошибки легли в основу теории расизма. Её сторонники утверждали, что существуют расы высшие и низшие. И этим оправдывали господство одних народов над другими. Ну, расовая теория, скажем так. У неё действительно много представителей, но к ней стоит относиться очень и очень настороженно. Так как как только какой-то один народ начинает говорить, что он лучше, чем остальные народы, это начинает приводить к очень плохим последствиям. Крайне плохим последствиям. И лучше даже не начинать таких разговоров. Проверьте свои знания. Но перед этим не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте. Ссылка на неё есть в описании. Итак, что такое раса? Сколько рас выделял Карл Ленней? Какие расы выделяют современные учёные? Что ж, раса – это исторически сложившаяся группа людей, объединённых общностью происхождения, территорией проживания, общими морфологическими и физиологическими наследственными особенностями, а также традициями и обычаями? Карл Ленней выделял четыре расы – американскую, европейскую, азиатскую и африканскую. В настоящее время учёные выделяют три расы – это европеоиды, это австралонегроиды и монголоиды. Второй вопрос. Что отличает представителей экваториальной расы? Экватериальная раса, прежде всего, отличается, конечно же, цветом кожи. У них практически чёрная кожа. От такой очень тёмной, как бы сказать, тёмно-смуглой, до практически из всей чёрной кожи. При этом курчавые волосы, и широкий нос, и очень широкие губы. Далее. Третье. Где живут представители евразийской расы? Представители евразийской расы живут на практически всех континентах, кроме Антарктиды. То есть представители евразийской расы есть в Африке, Евразии, причём в обеих частях света и в Европе, и в Азии. Есть в Австралии, в обеих частях Америки. То есть евразийская раса расселилась по всей планете, ну, кроме Антарктиды. Чем отличаются представители евразийской расы? Евразийская раса отличается светлым, буквально белым цветом кожи, светлыми и прямыми, не курчавыми, разве что слегка волнистыми волосами, тонкими губами, тонким, достаточно, носом. При этом цвет глаз, как правило, может быть светлым, очень светлым. Особенно на севере. У северных народов это и зелёные, и голубые, и серые глаза. Пятый вопрос. К какой расе относятся американские индейцы? В настоящий момент уже генетически доказано учёными, что американские индейцы относятся к монголоидной расе. То есть они к азиатам относятся. Шестой вопрос. Приведите примеры признаков той или иной расы, носящих, по всей видимости, приспособительный характер. Ну, по поводу странности признаков некоторых рас, здесь учёные только предполагают. Но, к примеру, широкие губы, широкий нос, курчавые волосы у негроидов, они явно помогают намного лучше переносить жару. Именно жару, очень высокую температуру. То же самое у европеоидов, у которых, особенно у мужчин, обычно очень обильная растительность на лице. Усы, бакенбарды, борода. Всё это, считается, очень хорошо помогает в холодном климате защищаться именно от холодного климата. Многие приспособительные особенности азиатов помогают им выживать в степях. Вот этот узкий разрез глаз, длинные и жёсткие чёрные волосы. Всё это помогает в очень открытых и очень ветреных, как жарких, так и холодных степных пространствах. Но, опять-таки, учёные только предполагают, что это признаки, которые именно приспособительный характер носит. Попытайтесь описать механизм образования расы и представьте его в виде схемы. Какие ещё точки зрения на механизм образования рас существуют в современном научном мире? Что ж, современные учёные предполагают, что расы появились в результате расселения и географической изоляции предков современных людей в очень разных природно-климатических условиях. И, собственно говоря, как может выглядеть схема. Изначально человек разумный, который постепенно расселяется по самым разным территориям. Одна часть человека разумного остаётся в Африке, в очень жарком, как сухом, так и влажном климате, и образуется негроидная раса. Другая часть переселяется на север, в Евразию. И, опять-таки, здесь начинает образовываться европеоидно-монголоидная ветвь, которая постепенно тоже разделяется. Часть, это европейцы, остаются буквально на территории Европы. Лесные такие территории, горные, территория старых гор, в той же самой Скандинавии образуется белая раса, а другая часть, из которой образовалась монголоидная, перемещается на пространство гигантских степей центра Евразии. Степи тянутся, фактически, от территории, где-то, Одесской области Украины, и вплоть до, практически, территории части Китая современного. То есть, через весь гигантский континент протянулась территория степей, полупустынь и пустынь. Вот там, собственно говоря, как бы монголоидная раса и образовывалась. При всем при этом, отмечу от себя, что если взять реконструкции древних людей, тех же кроманьонцев, тех же неандертальцев, то, к немалому удивлению, мы увидим европейские лица. Именно европейские лица со светлой кожей и достаточно широкими глазами. Такая вот специфика. Так что происхождение рас все еще остается открытым вопросом. Полных доказательств ученые найти не могут. Сколькими видами представлено человечество? В настоящий момент у человечества существует один вид. Человек разумный. Докажите, что все человеческие расы принадлежат к одному виду. Человек разумный. Очень просто. Современные ученые любой вид выделяют очень простым образом. Не согласно каким-то внешним признакам, а согласно тому, могут ли эти виды давать плодовитое потомство. Дело все в том, что в природе существует достаточное количество разных видов, которые очень могут различаться между собой. Но при этом приспокойно скрещиваться и приспокойно давать плодовитое потомство. То есть это могут быть, например, какие-нибудь черные лесные или серые лесные волки, какие-нибудь черные горные волки. Они будут различаться цветом своей шкуры. Они будут различаться размером. Они будут различаться скоростью. Но при этом, если самка и самец встретятся, этих двух, казалось бы, очень разных волков, они прекрасно дадут плодовитое потомство, которое будет спокойно жить себе дальше. И при этом тоже будет давать потомство. Отсюда явный показатель. Один вид – плодовитое потомство. Люди разных рас совершенно спокойно дают плодовитое потомство. Это наглядно показывает, что все человечество относится к одному виду, и отличия сугубо внешние. Внутри, генетически, мы получаемся практически одинаковыми. Что такое теория расизма? Теория расизма предполагает, что есть некие высокоразвитые расы, которые создали могучую культуру, могучую науку и прочее, а есть малоразвитые расы. И эти малоразвитые расы обязаны подчиняться высокоразвитым, потому что высокоразвитые очень высоко развились. На самом деле, конечно, это не самая разумная теория, по той причине, что одним народом может повезти, и они могут развиваться в очень комфортных условиях, где было изобилие природных условий, где было изобилие ресурсов, а другим приходилось выживать в очень тяжелых условиях. Это вовсе не значит, что эти другие, которые были вынуждены выживать в тяжелых условиях и не создали какой-то там высокой культуры и развития, что они глупее, чем эти высокоразвитые. Это значит, что высокоразвитым попросту повезло находиться на определенных территориях, где были самые комфортные условия для проживания. Вот и все. По этой причине расовая теория, она очень и очень такая непродуманная. Нельзя на основе только того, что кто-то что-то там придумал, а кто-то не придумал, покорять и порабощать целые народы. Это абсолютнейшая глупость. Тем более, что никаких биологических, ну, как правило, биологических обоснований для этой теории нет. Десятый вопрос. Как вы считаете, изменится ли внешний облик представителя экваториальной расы, если он будет жить в Сибири? А вот это куда более сложный вопрос. Ответ – нет, не изменится. Если взять деревню каких-нибудь чернокожих африканских негров и переселить ее, замкнуто переселить в Сибирь, то шанс, что их цвет кожи изменится, он буквально абсолютно мизерный. Может быть, где-нибудь через сотню-другую тысяч лет, может быть, они и изменятся. Но, как я уже говорил в предыдущем параграфе, с происхождением человека есть определенные вопросы. И нет абсолютно никаких доказательств, что вот эти признаки, они будут реально меняться. Есть определенное предположение, что эти признаки, расовые признаки, цвета кожи, глаз, волос, что они буквально вписаны в ДНК, и их изменение практически невозможно. И это, конечно, создает определенные вопросы. Как могло так произойти, что они оказались настолько жестко вписаны в ДНК различных рас? Поэтому, скорее всего, нет, никаких изменений не произойдет. Как были чернокожими, так и останутся. В противном случае эти изменения происходили бы гораздо быстрее. Потому что в таком случае уже переселившиеся, например, несколько сотен лет назад в Южную Америку негры, они бы уже сейчас меняли бы свой цвет кожи. Так же, как и европейцы. Этого не происходит. Не важно, кто где живет, цвет кожи каким был, таким и остается. Итог. Раса – это исторически сложившаяся группа людей, объединенных общностью происхождения, территорией проживания, общими морфологическими и физиологическими наследственными особенностями, а также обычаями и традициями. В настоящее время выделяют три больших расы – экваториальную, евразийскую и азиатско-американскую. Все расы составляют один вид – Homo sapiens.